Человек считает себя зверем. Этот редкий психиатрический синдром специалисты называют ликантропией. Почему же наука отрицает существование оборотней? При этом все больше людей убеждены, что вер вольфы реальны. Кому выгодно превращать человечество в стадо диких животных? Россия. Ноябрь 2017 года. Американские антропологи Дэвид Энтони и Доркес Браун находят в Самарской области руины неизвестного поселения. По оценкам специалистов, им 4000 лет. Невероятно. В ходе исследования выяснилось, в деревушке проводились страшные магические обряды. Перед сражениями юные воины пили звериную кровь, после чего в буквальном смысле перевоплощались в диких животных. Их позвоночники, колени и лодыжки сильно деформированы. Значит, не всем удавалось полностью обратиться в монстра или, наоборот, вновь принять человеческий облик. Примечательное и то, что в могилах рядом аккуратно уложены сотни волчьих костей. Будто их похоронили с почестями. Но за какие заслуги? Если ученые из США не ошиблись, то мифы о беспощадных, ловких и изобретательных созданиях, способных превращаться в самых разных хищников, будь то медведь, орел или даже крокодил, вовсе не выдумка, а исторический факт. И оборотни действительно жили на планете. Но что, если они и сегодня есть среди нас? Где обитают полулюди-полузвери? Они просто вмирились и нападают. Зачем советские ученые скрещивали людей с животными? Научные наработки сейчас используются в лабораториях закрытого типа. Может ли полная луна спровоцировать на убийство? Много людей жалуются на слабость, вялость, головную боль и даже легкую депрессию. Почему с каждым днем в мире становится все больше каннибалов? Повышный эффект нельзя отменить. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА США. Штат Орегон. Январь 2017 года. Эти живописные кадры сделаны при помощи видеодрона. Возле реки Саут-Форк-Маккензи он запечатлел загадочное существо, которое брело по лесу. Когда владелец квадрокоптера разместил ролик в интернете, скептики заявили, что на записи обычный человек. Например, охотник. Но что он делает в Чищобе без ружья? Если же на пленке путешественник, то где походный рюкзак? И почему он так странно шагает по сугробам? Давайте вспомним. Ведь не зря же эмбрион человека изначально и жабры имеет, и хвост имеет. Эмбрион человека за 9 месяцев проходит все стадии. И, вероятно, в древнем мозге хранится кладовая копилка буквально практически всех фаз нашего становления эволюционного. И если растормозить барьеры человечности и звероватости, то, в общем-то, появляется вот такое существо со зверинами качественным. А это семейная съемка у озера Уайлдхорс на горе Стинс. Тоже Америка. Папа, что это такое? Это медведь. А почему он бежит на задних лапах? Присмотритесь внимательнее еще раз. Видите? За спинами людей промелькнула загадочная фигура. После того, как кадры попали в сеть, на автора обрушился шквал критики. Пользователи утверждали, что на видео шутник, переодетый в костюм животного. Однако известный американский криптозоолог Нейтан Гриффин считает иначе. Изучив запись, он пришел к выводу, что на ней точно не человек. С этим согласны и отечественные исследователи. Он хорошо приспособлен, оброшен шерстью, вполне себе хороший иммунитет, сильный, выносливый. Энергии на мышление не тратится, энергия идет вся на телообслуживание, чтобы в любых ситуациях долго не есть. Может, переносит хорошо и жару, и холод, и так далее. Не нужна ему ни одежда, ничего, хоть по зима, хоть лето ему все равно. Другое непонятное чудище зафиксировала камера орнитологов, установленная в одном из лесов штата Мичиган. Изображение размыто, потому что объектив сфокусирован на орлинном гнезде, за которым ведется круглосуточное наблюдение. Однако, приглядевшись, справа можно увидеть двуногое существо, полностью покрытое шерстью. На территории Молдавии также до сих пор существуют такие, и люди действительно их опасаются, потому что они не знают о них, эти животные. Они намного разумнее, то есть у них повадки человека, они могут вставать на задние лапы, шевелиться, как и человек. С развитием технологий игнорировать свидетельства очевидцев становится все труднее. Системы видеослежания сегодня установлены на каждом углу. Дрон может позволить себе даже школьник, а любой смартфон оснащен камерой высокой четкости. Несмотря на это, академическая наука подлинность публикуемых кадров отрицает на 99%. Но что скрывается за оставшимся одним? Древние африканцы считали себя потомками леопардов. Гвинеицы своими предками называли гигантских пауков. А на Мадагаскаре до сих пор верят, что человек произошел от зебры. Может быть, разумные, звероподобные существа до сих пор обитают на нашей планете? Палеоантрополог Александр Белов много лет занимается вопросом возникновения человека на Земле. Ученый допускает, что оборотни – невыдумка, и люди действительно могут превращаться в животных. Находов очень много, и они продолжают поступать периодично, что там раз в два года. И они опровергают как раз постадийную семиальную теорию, обезьянную теорию, что наши предки – обезьяны. И более того, даже предок обезьяны, которого якобы нашел Тим Уайт, американский ученый, в 2010 году опубликовали в журнале научном, его 15 лет в тайне склеивало, целая команда это все. Это возраст 4,4 миллиона. Он имеет человеческие признаки. Эволюционисты утверждают, что человеку наследовал свое тело от обезьян, те – от синапсидов. Так называют предков млекопитающих. Они обязаны своему появлению четвероногим земноводным, возникшим от кисти перой рыбы, которая первой вышла на сушу. Но так ли это на самом деле? Ведь сторонники Дарвина за 150 лет существования теории возникновения видов так и не нашли кости промежуточного звена, которая объединяла бы примитивных приматов и людей. Уже там куча статей вышло на Западе, что переходное звено найдено, что креационисты отдыхают и так далее. И тут такой облом. Выяснилось, что, значит, вот это существо практически недавно жило с обезьянными признаками человеческой морфологии. Причем у него большой палец руки, как у человека, противопоставленный, такой же большой, как у человека. Это говорит о том, что эта анатомическая особенность у нас следовала от людей, от своих предков. Гипотеза Александра Белова гласит, все животные на планете произошли от одного человекообразного предка. Но каждый вид стал по-своему приспосабливаться к окружающей среде. Одни адаптировались, чтобы охотиться. Их зубы превратились в клыки. Вторые были вынуждены жить на морозе и покрылись шерстью. У третьих выросли крылья. Но при этом практически все виды утратили свои интеллектуальные способности. Сначала утрачивается, собственно, ну как бы социальное мышление, как таковое, как культура, а потом уже начинает какие-то морфологические речи утрачиваются, а потом уже идут морфологические изменения. Ну, впервые они как бы, первую голову связаны с тем, что утрачиваются лобные ассоциативные зоны мозга. Они просто сокращаются в объеме. Как раз которые за аналитику, за просуточное мышление, социальные тормоза отвечают и так далее. В качестве подтверждения теории инволюции Белов приводит тот факт, что некоторые анатомические особенности животных скопированы у людей. Например, у человека руки сгибаются на себя, так удобнее класть еду в рот, а ноги от себя, чтобы отталкиваться от земли. Подобным образом устроено и тело, скажем, волка. Но зачем хищнику локти? Еще одна пара колен была бы эффективнее. Тогда он быстрее смог бы настигать жертву во время охоты. В условиях выживания в дикой природе этот навык ключевой. У него лапа, вот бывшая рука, она сбита в комок. Фактически там присутствуют все пальцы человеческой руки, но маленький рудиментарный палец в виде прибылого. Вот он может сохраняться у некоторых популяций в виде такого вот маленького рудимента. И у него ногти такой кривой. У собак это иногда тоже проявляется. Как раз это говорит, что большой палец им когда-то был нужен для того, чтобы противопоставлять предметы и брать что-то. Но не им, конечно, не волкам, а их предкам. Если верить этой теории, и человек был прародителем всех животных, то от кого произошел тогда сам хомо сапиенс? Согласно многим учениям, наша цивилизация берет начало на Ближнем Востоке. Например, в Древнем Египте человек поклонялся полузверям-полулюдям, а попросту оборотням. Мир животных, он нам близок. Поэтому боги, то есть некие энергии, да, некие высшие силы, скорее всего, представлялись таким образом, чтобы не было страшно, но тем не менее уважение, оно было присуще. И какое-то животное определенное, оно олицетворяет что-либо, да. То есть если это орел, то это верхний мир. Если это ягуар или кошка, да, то это средний мир. Если это змея, то это нижний мир. Анубис – один из самых популярных богов Древнего Египта. Он провожает умерших в загробный мир и изображается, как мужчина с головой шакала. Верховный бог солнца Ра с головой сокола. Покровительница любви и радости Бастет представала перед людьми в облике женщины-кошки. А у воплощения души Ба наоборот было тело птицы, а лицо человеческое. Эксперты уверены, египтяне рисовали идолов в промежуточной стадии превращения, чтобы увековечить их магические силы. Дело в том, что любой этнос, любой народ никогда не будет верить в то, чего быть не может. Люди всегда меркантильные. И человеку всегда надо на что-то опираться. Так вот, для подобных мифов однозначно были опорные материалы, однозначно были доказательные версии, доказательные материалы. Древние манускрипты, наскальная живопись, тотемные фигурки и почти археологические находки указывают на то, что оборотни занимали важное место в культуре почти всех народов мира. В Скандинавии они назывались берсерками, на Руси – волколаками, а на Западе – ликантропами. Удивительно другое, почему из могущественных и почитаемых созданий они превратились в кровожадных изгоев? Или же была произведена подмена понятий? Но кем и для чего? Неизвестная страница в истории Средневековья. Оказывается, в прошлом католическая церковь охотилась на оборотни гораздо чаще, чем на ведьм. Неужели они действительно существовали и представляли угрозу для сограждан? Или же Святая Инквизиция просто устраняла инакомыслящих, выдавая их за монстров? Первый судебный процесс над оборотнем состоялся в 1521 году во Франции. Тогда казнили мужчину по имени Мишель Удон. Он сознался, что при помощи специальной мази превращался в волка и убивал местных жителей. Для королевской четы это считалось честью, что в присутствии высшего духовенства, дворянства и мещан, крестьян, король сам лично подносит факел для сожжения оборотней и ведьмы. Например, Людовик XIV в хрониках описано, как он подносил огонь и затем, пропевая определенные псалмы, определенные песни, кружился, бегал, танцевал вокруг костра. После этого случая парламент Франции принял закон об истреблении оборотней. В XVI веке в стране сожгли или повесили, только представьте, свыше 30 тысяч человек. На эшафот отправляли даже за подозрительную царапину на теле. Святая Инквизиция проводила допросы настолько изощренно, что в преступлениях каялся каждый, вне зависимости от того, был он виновен или нет. Там присутствуют такие элементы, до которых мог додуматься только действительно человек, обладающий больным мышлением. Поэтому часть историков указывает на то, что на инквизиционные процессы часто выдвигались люди, предлагали свои услуги католической церкви, которые были склонны к насилию, к агрессии. То есть у них на самом деле была патологическая жажда крови, жажда причинения кому-то мучений и так далее. Эксперты уверены, прикрываясь благими намерениями, инквизиция истребляла людей, которые могли нанести ущерб репутации католической церкви. Ведь на ее счету было множество громких скандалов, начиная с распуска рыцарского ордена тамплиеров и заканчивая судом над Галилео Галилеем. Смотрите далее. На службе вермахта, где черпали вдохновение ученые Третьего рейха. Необходимо совершать действия у насильственной Евгеники. Человек человеку волк. Кто превращал людей в оборотней? Это храбрость, это, допустим, скорость, это чуткость, это интуиция и так далее. Осторожно, злая собака. Зачем были созданы зоозащитные организации? Взрослые ребята, грубо говоря, женщины, мужчины, без сознания абсолютно. В 1621 году английский ученый Роберт Бартон опубликовал книгу под названием «Анатомия меланхолии». В ней автор попытался переосмыслить природу возникновения оборотней. Он провел исследование и выяснил, что предписываемые им убийства совершались вовсе не из-за одержимости нечистой силы. В то время народ массово употреблял галлюциногены, которые были в хлебе. Дело в том, что в средние века на пшенице и ржи паразитировалась парынья. Эти грибы и вызывали помутнение сознания. Он в своих работах указывал на то, что представления об оборотнях, о колдунах, которые используются в католической церкви, на самом деле являются настоящим мифом, а все можно объяснить с помощью науки. Конечно же, в тот период еще не был обнаружен настоящий источник инфекции, но в дальнейшем при развитии медицины, естественно, научных методов исследования, был выявлен такой факт, такое явление, как эрготизм. Благодаря фольклору истории об оборотнях обросли легендами. Говорили, что убивает их только серебряная пуля. Стать ликантропом можно через укус, а в полнолуние каждый обращенный превращается в зверя. В этом есть доля правды. Ведь спутник Земли действительно влияет на организм человека. Но может ли Луна довести до убийства? Такое происходит лишь раз в год. В ночь на 4 декабря 2017 года вся Россия наблюдала суперлуния. Спутник приблизился к Земле на минимальное расстояние. 357 495 километров. Какие события обычно сопутствуют этому явлению? И как оно отражается на психоэмоциональном состоянии людей? Первой страной, признавшей опасность суперлуний, стала ЮАР. В ноябре 2016-го, во время этого астрономического явления, власти республики порекомендовали своим гражданам не выходить из дома. А Национальная служба спасения на море даже получила специальные ориентировки на случай возникновения шторма. Буря не заставила себя долго ждать. Последовавшее наводнение уничтожило сразу несколько зданий международного аэропорта Тамба близ Йоханнесбурга. Ученые давно установили, что Луна оказывает влияние не только на погоду, движение литосферных плит и морские приливы. Ее гравитация воздействует вообще на все жидкости, которые есть на планете, в том числе и на кровь, циркулирующую в организме человека, в частности в мозге. Есть метеозависимые люди, есть метеонезависимые люди. Сейчас, когда у нас то снегопад, то мороз, то отепель, очень много людей жалуется на слабость, вялость, головную боль и даже легкую депрессию. Но все это связано с атмосферным давлением. А атмосферное давление, оно наверняка связано с фазами Луны. Но почему тогда не все суперлуни сопровождаются катаклизмами и плохим самочувствием? Дело в том, что постепенно влияние спутника на нашу цивилизацию ослабевает. Это связано с траекторией его движения. Астрофизики выяснили, что небесное тело удаляется от Земли на 5 сантиметров в год. Еще несколько столетий назад Луна была к нам гораздо ближе. Возможно, именно поэтому в средние века и наблюдался серьезный всплеск безумия, которое выдавали за ликантропию. Давайте вспомним о том, что в период полнолуния человеческая кровь становится чуть более жидкая, нежели всегда. А теперь предположите, что если она более жидкая, значит, те сегменты головного мозга и нервной системы, которые недополучают в обыденном дне крови, потому что она густая и просто элементарно туда не проходит. Так вот, некоторые сегменты начинают именно в полнолунии изобильно получать подпитку более жидкой кровью. Некоторые исследователи считают, что оборотни, которых два столетия назад пытался уничтожить западный мир, «Жертвы Евгеники». Эта научная дисциплина появилась в 1863 году. Ее создатель, антрополог и психолог Фрэнсис Гальтон хотел при помощи селекции улучшить человеческий род, устранив наследственные недостатки. Генетически здоровые люди должны были объединиться в союзы для воспроизведения того же, как и они, чистого потомства. Фрэнсис Гальтон проводил исследования в Великобритании. Он указал, что примерно 25% каждой четвертой, родившейся в семье судьи, становился каким-то тоже выдающимся, известным человеком. Соответственно, в этом он видел закономерность того, что человек, обладающий хорошим генетическим материалом, являющийся талантливым, харизматичным, образованным, дает хороший генофонд, и у него рождаются дети, тоже обладающие соответствующими талантами. В 1885 году в Лондонском музее Саут-Кёнингстон Гальтон организовал лабораторию. Там он проводил опыты и собирал данные об испытуемых, от параметров их тел до интеллектуальных способностей. Всего каталог насчитывал больше 9 тысяч фамилий. В архиве сохранилась и антропометрическая карточка самого ученого. На основании исследования Фрэнсиса Гальтона в начале 20 века было построено несколько теорий, а в том числе российского характера, именно теория расизма связана с тем, что необходимо совершать действия по насильственной евгенике. Ну, вот слово «евгеника» переводится как «наилучший», «превосходный». И идеологи Третьего рейха, а в том числе, ссылались на исследования Фрэнсиса Гальтона. Но что если опыты Гальтона по созданию идеальной расы обернулись неудачей? Они могли дать обратный эффект, пробудив в человеке зверя. По некоторым данным, ученый создал сыворотку, превращающую человека в свирепое животное. Они могли обладать вполне какими-то возможностями, которыми обладает волк. То есть это храбрость, это, допустим, скорость, это чуткость, это интуиция и так далее. Когда они перевоплощаются, их восприятие намного шире. И почему, говорят, о животных интуиция, животные чувствуют заранее какие-то землетрясения? Несмотря на непрогнозируемые последствия, препарат сразу же нашел своего покупателя. Его применение открывало перед заказчиками небывалые грани первобытных удовольствий. В основном инновационный химический раствор приобретали выходцы из аристократических семей. Освобожденные от таков морали они следовали зову, пробужденной сывороткой природы. Человечных качеств в них нет. Они крушат все, что попадет под руку в тот момент, когда агрессивны. И у них нет понятия, любимый человек перед ними или нелюбимый. Они просто взъярились и нападают. Естественно, по этим качествам сразу можно понять, что перед нами не человек. Всего лишь выглядит как человек. И мы помним, что в библейских писаниях есть ссылки о так называемых тварях господних. Удивительные совпадения. Именно в Англии возникли первые зоозащитные организации. До 19 века животные воспринимались как бездушные создания, которых можно было калечить, не опасаясь ответственности. Но потом все изменилось. Сперва двух граждан Лондона оштрафовали на 40 шиллингов за жестокое обращение с лошадью. Затем британская палата общин приняла закон, согласно которому за плохой уход или избиение домашнего скота правонарушителям грозило до двух месяцев лишения свободы. Позже в список неприкосновенных зверей внесли бурсуков, медведей и еще десяток лесных жителей. Вообще большой спектр превоплощения животного можно выбрать. Но тут еще дело в том, что выбирается животное, то, которое не привлекает внимание. То есть то животное, которое может рассеяться в общей массе животных. Потому что если это будет медведь, будет большая вероятность риска того, что медведя может убить охотника. Почему же борьба за права животных началась в тот самый момент, когда знать получила возможность перевоплощаться в зверей и под видом животных удовлетворять свои низменные потребности? Может, эта элита и оплачивала деятельность зоозащитников? Вероятно, таким образом они хотели уберечься от охотничьих пуль и капканов. Таких ловили, периодически их отстреливали, во все времена отстреливали, потому что видели в них угрозу. Правильно видели, потому что взрослые ребята, грубо говоря, и женщины, и мужчины, без сознания абсолютно, они просто воровали детей, воровали скот. В 1974 году в Англии возникло подпольное движение «Фронт освобождения животных». Сейчас оно насчитывает более 40 филиалов по всему миру. Его участники неоднократно устраивали разбои, нападали на охотников, ломали их ружья и портили автомобили. На родине шествия группировки считаются экстремистскими, а в США она находится под пристальным вниманием ФБР. Но от кого активисты так агрессивно оберегают зверей сегодня? Ведь в век толерантности все и так считаются с правами животных. Сенсация! Правительство США запрещает Национальным исследовательским институтам проводить экспедиции по поиску любых мифических существ. Что за этим стоит? Желание сэкономить? Или страх, что будет раскрыта информация, которая может поставить под угрозу национальные интересы страны? США. Февраль 2017 года. Сенаторы от штата Нью-Мексико Ларри Баркер и Джордж Манос выносят на рассмотрение американского конгресса один документ. В нем говорится, что государственные университеты больше не имеют права тратить деньги на сомнительные исследования. В их перечень входит изучение снежного человека, великанов, гномов, вампиров и оборотней. Такое решение политики мотивировали желанием сохранить деньги недовольных налогоплательщиков. В многих странах есть, на мой взгляд, странные запреты на государственное финансирование тех или иных направлений науки. На мой взгляд, государство по-хорошему должно финансировать науку безотносительно каких-то желаний. Наука, как бы, она большая и фундаментальная наука неизвестна к всему, может привести. В чем реальная причина запрета на подобные исследования? Вряд ли американское руководство думает о своих налогоплательщиках. Эксперты уверены, Вашингтон создает в лабораториях ужасных монстров, а новый закон позволяет им скрыть свои исследования от посторонних глаз. Но периодически то здесь, то там находятся странные человекоподобные существа. Например, вот, флорестский человек найден в 2003 году, карлик, такой хоббит его называют, журналисты. Он всего метр роста, и мало кто вообще из антропологов предполагал на острове Флорес в Индонезии, что существуют как бы гномы. Вот такие вот сказок, и все там, и гиганты, кстати, существуют. Существовали, вернее, вот, мегантропы, так называемые, гигантопитеки, которые вот Кёниг нашел в Юго-Восточной Азии, зубы, по крайней мере, я от них нашел огромные зубы, которые в 6 раз больше человеческие зубы. В августе 2017-го специалисты Орегонского медицинского университета США совместно с коллегами из Южной Кореи впервые в истории смогли успешно отредактировать гены человеческого эмбриона. Таким образом, еще не родившегося малыша излечили от гипертрофической кардиомиопатии, смертельного заболевания сердца. После нашумевшей операции ученые разделились на два лагеря. Одни заявили, что за подобными технологиями будущее, способное в корне изменить судьбу нашей цивилизации. Другие, напротив, опасаются, что вмешательство в законы природы может привести к непредсказуемым последствиям. Все надеются, что появится технология, которая войдет в медицину. То есть будет применяться не просто в лаборатории для экспериментов, а может быть действительно испытанно, активно применяться на людях. Но пока что у всех существующих разрабатываемых технологий слишком маленькая точность. Сенсационная технология исправления генов называется CRISPR-Cas9. Ее испытания прошли на стволовых клетках человека еще в 2013-м. Но спустя два года в Китае в ходе очередного эксперимента произошло ЧП. Из 50 зародышей успешно прооперировали только четырех. В организме остальных стали происходить незапланированные мутации. Кроме исправления той мутации, которую мы хотели исправить, многие современные технологии исправляют еще и какие-то другие варианты в других участках генова. И это потенциальный побочный эффект. А при том, что побочный эффект нельзя отменить, если вдруг мы отредактируем геном человека и отредактируем его не там, где хотели, мы уже не сможем отменить это редактирование. Это достаточно серьезная угроза. После происшествия китайские ученые заявили, что система CRISPR-Cas9 нуждается в доработке. Избежать крупного скандала удалось только потому, что зародыши изначально были нежизнеспособны. Смотрите далее. Универсальный солдат. Чем чреваты эксперименты по созданию непобедимой армии? В сталинизме было очень много исследований на тему сверхкачества человека. Симулятор бога. Зачем ученые играют с природой? У животного может возникнуть сознание человека. Отряд самоубийц. Как поп-культура превращает детей в оборотней? Человека формирует общество. Технологии изменения ДНК существуют уже не один год. И если из генов можно удалить нежелательный участок, то, соответственно, удастся подставить и другой. А таким образом создать новый некий вид. Тигра львов, верблюлам и собака волков можно встретить даже в зоопарках. Такими необычными видами животных сегодня никого не удивить. Ученые пошли дальше. Они пытались скрестить с животными человека. В 1927 году советский биолог Илья Иванов провел эксперимент по обладотворению трех шимпанзе с семенем неизвестных доноров. Тогда опыт не удался. Но что, если позже селекционеры все-таки смогли создать химеру? Илья Иванович Иванов начал свой профессиональный путь с разработки метода искусственного осеменения лошадей. Благодаря его исследованиям, крупные заводчики смогли получить качественное поголовье скота в десятки раз превышающее ожидаемое при естественном зачатии. За заслуги молодой биолог был удостоен степени профессора. Получив признание, Иванов поставил перед собой новую цель. Куда более амбициозную. Он собрался создать гибрид человека и обезьяны. Подобные существа могли бы стать универсальными солдатами. Давайте просто предположим, когда человеческая структура мышления соединяется со звероподобными качествами. Конечно же, такой человек намного сильнее, нежели обыватель того стойбища, в котором он жил. Или городка, в котором он жил. Он намного сильнее, он менее уловим, он более стремителен. Он не думает, делать или не делает. Он сразу делает. В 1926 году Иванов по приглашению западных коллег отправился во французскую Гвинею. Через год в лаборатории города Канакри прошли первые опыты. Они обернулись неудачей. Из трех искусственно оплодотворенных самых шимпанзе одна умерла, а две другие так и не забеременели. Его научные наработки сейчас используются в лабораториях закрытого типа. То есть достаточно много информации относительно того, что генетические опыты, элементы положительной евгеники присутствуют сейчас в научных исследованиях передовых стран мира для того, чтобы исследовать дальнейшие возможности гибридного организма. После провала Иванов вернулся домой и изменил подход к выведению нового человекоподобного вида. В Сухуми под патронатом Объединенного государственного политического управления для его экспериментов была создана специальная база. Курировал проект лично Генрих Егода, занимавший тогда пост второго заместителя председателя ОГПУ. На этот раз биолог решил привлечь добровольцев из числа женщин. Они должны были вынашивать детей, зачатых от семени орангутана. И в сталинизме было очень много исследований на тему сверхкачеств человека. И потомство, хоть и редкое, но было. Теперь просто давайте предположим, если при сталинизме получились подобные генетические опыты, то, наверное, подобные случайные или какие-то магические, ритуальные совмещения тоже происходили. С момента исследований Иванова прошло почти 100 лет. Однако многие до сих пор пытаются пойти по стопам советского биолога. В 2008 году английским ученым официально разрешили скрещивать людей с животными. Целью эксперимента было выращивание стволовых клеток для борьбы с болезнью Альцгеймера и другими серьезными недугами. Академия медицинских наук Великобритании поставила биологам только одно условие. По истечении двух недель с момента оплодотворения все зародыши должны уничтожаться. Правда, никакой надзорной инстанции для контроля этой программы создано не было. В некоторых странах это продлено до 28 дней раннего эмбрионального развития, но это все равно очень ранние сроки, когда не начинает еще как раз формироваться такой отдельно заложенный мозг. То есть как бы вероятность того, что у животного может возникнуть сознание человека, оно минимизируется. В 2016 году подобный мораторий был снят и в США. С просьбой о разрешении проведения подобных опытов обратилось сразу 27 национальных институтов здоровья. Теперь и в Америке на законных основаниях можно работать над созданием, например, настоящего кентавра с лицом человека и туловищем лошади. Если это животное, это живой организм, то совмещение клеток человека и этого животного может привести к тому, что клетки человека, например, попадут в мозг. И тогда можно сказать, что мозг животного стал мозгом человека. И как это мы будем издеваться над человеком? Поскольку мозг-то человек. Но как классифицировать таких существ, если они появятся на свет? Наделять их правами или нет? Встраивать ли в общество? Что произойдет с нами, когда, например, в городском транспорте рядом с вами будут сидеть козлоногие сатиры, над головами стаями станут летать гарпии, а в озерах заведутся русалки? Может, со временем мы и сами трансформируемся в этих фантастических тварей? Оборотнем может родиться любой. Науке известны случаи, когда на свет появлялись люди с волчьими клыками или полностью покрытые шерстью. А в 2015 году в дагестанском селе Черкей был найден ягненок с человеческим лицом. Неужели человечество мутирует, и какую роль в этих трансформациях играет экология? На этих кадрах не подготовка к празднованию Хэллоуина, а один день из жизни Супатры Сосупфан. В 2010 году ее занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого волосатого подростка на планете. Дело в том, что Супатра родилась с редким генетическим заболеванием – гипертрихозом. Его еще называют синдромом Абрамса. В мире всего 50 человек, страдающих этим недугом. Пациентов, у которых проблемы заключаются в наречии мутации в ДНК, нет фактически никакой терапии, у них нет лекарств. И редактирование генома потенциально могло бы таким пациентам помочь. А таких пациентов достаточно много. Супатра родилась в Таиланде. Все детство она ходила в обычную школу, где подвергалась насмешкам сверстников, которые обзывали ее оборотнем. Она испробовала всевозможные способы удаления шерсти – восковую, химическую и лазерную эпиляцию. Но каждый раз густой покров нарастал снова. Несмотря на это, недавно девушка вышла замуж. Самое удивительное, что ее родители – обычные люди, без подобных отклонений. Но как такое возможно? Ведь гипертрихоз передается исключительно по наследству. Можица субфан невольно стала подопытным кроликом чьих-то генетических испытаний. Например, есть люди с синдромом прогирии преждевременного старения. Они редки. Действительно, 1 на миллион, может, 1 на 10 миллионов, но они есть. Этот случай мы знаем Амадзин. Ну, поэтому это сложно предсказать, с какой частотой будет встречаться что-то новое. А это Кэти Грин. Она страдает порфирией и называет себя заложницей тьмы. Просто потому, что нормально жить девушка может только ночью. Из-за нарушения баланса химических веществ в организме, днём её самочувствие резко ухудшается. Оставаться человеком женщине помогает макияж. Обычно у таких больных сильно оголяются дёсны, превращая улыбку в звериный оскал. Заболевание поражает мягкие хрящи и суставы, поэтому меняется форма носа и ушей. Пальцы на руках и ногах искривляются. Это некое нарушение в генах, которое приводит к тому, что в некоторых случаях кожа, ну, определенные клетки кожи работают не так, как они, по идее, должны были бы работать. Это связано с генетикой. Там не до конца известен полный механизм этого заболевания. Медики говорят, что порфирию вызывает не только плохая наследственность, но и токсичные вещества. Давно известно, что воздух, которым мы дышим, содержит в себе множество вредных примесей. Скажем, сероводород уничтожает нервную систему, а аммиак – слизистые оболочки, легкие, глаза и кожу. Эти соединения человечество вдыхает ежедневно. Если вспомнить еще и о разных техногенных катастрофах, например, о выбросе радиоактивного рутения 106 осенью 2017-го на Урале, то вообразите себе, какой опасный химический коктейль регулярно вдыхают россияне. Подобная трава незаметно превращает людей в чудовищ. Каждый день на планете происходят жестокие убийства. По статистике, лишь 30% из них раскрывают. Но самое невероятное, что по характеру ран, можно уверенно сказать, многие из этих преступлений совершают не люди. Но кто же тогда дикие звери, которые ищут еду? Или все-таки свихнувшиеся каннибалы? Аналитики Управления ООН по наркотикам и преступности подсчитали, что ежеминутно в мире происходит около 10 убийств. И этот показатель постоянно растет. Почему же так происходит? Может, уровень общественного сознания падает, и мы постепенно возвращаемся в каменный век. Но из-за чего? Эксперты уверены, всему виной массовая культура, которая планомерно прививает подрастающему поколению любовь к насилию. Человека формирует общество. И если общество считает, что это черное, и какое бы это ни было, оно будет считаться черным, пока не поменяются критерии, которые именно в обществе формируются. Сегодня на острие популярности находятся кинокомиксы. В них грань между людьми и животными стирается. Каждый мальчишка хочет быть человеком-пауком или бэтменом. А девочки видят себя в роли женщины-кошки. Но к чему такие увлечения могут привести? Смотрите далее. Сказка-ложь давней намек. Чем русский фольклор отличается от иностранного? По какой причине превращается? Девушка его прокляла от обиды. Оборотни 21 века. Кто такие тириантропы? Они говорят, мы звери или мы зверолюди. Красота требует жертв. До чего может довести мода на звериный облик? Пострадавшие от него люди некоторые не ушли, чуть ли не реной. Обратите внимание, в западной культуре практически все супергерои – мутанты. А в русских сказках трансформация в зверя – всегда наказание. Например, в «Аленьком цветочке» волшебница наложила на зазнавшегося принца заклятие, и он стал чудищем. В «Царевне лягушке» Кощей Бессмертный за отказ выйти замуж превратил девушку в жабу. И подобных примеров в нашем фольклоре десятки. Наша древнеславянская сказка о том, как некий молодой человек с достаточно бахвалистым характером, весь из себя красавец, баловень девушек, вдруг в какой-то момент превращается в медведя. И по какой причине превращается? Девушка его прокляла от обиды. Первым о пагубном влиянии супергероев на детей заговорил психолог Фредерик Вертом. Еще в 1954 году на прилавках американских магазинов появилась его книга «Совращение невинных». Автор заявил, что, казалось бы, безобидные картинки комиксов наполнены образами насилия, а главным персонажем убийства всегда сходят с рук. Исследование вызвало такой резонанс в обществе, что издателям даже пришлось ввести цензуру в некоторые графические новеллы. Но затем ее отменили. Популяризация человекоподобных мутантов привела к возникновению особой культуры. Ее представители называются тиреантропами и отождествляют себя с животными. Их конференция называется «Восьмая луна», то есть именно в августовское полнолуние они собираются и ночью проводят различные мероприятия. Но они тоже делятся там по группкам, то есть есть те, которые считают себя настоящими тиреантропами. При этом они не любят, когда их называют терриан или терри. Они говорят «мы звери» или «мы зверолюди». Сегодня сделать из себя зверя проще простого. Вадим Черноморов – популярный рязанский видеоблогер. На его канал в интернете подписано больше 26 тысяч человек. Молодой человек меняет свое тело с 15 лет. На данный момент у меня из того, что есть, это тату на глазах, это сплит языка, то есть раздвоенный язык, как у змеи. Тоннель в септуме, в перегородке носа. То же самое, то есть могу элементарно сейчас просунуть палец и тем самым показать то, что там дырка. Из-за ранней модификации, и это сейчас я не беру татуировки, я беру именно модификации, у меня было огромное количество пирсинга. От некоторых своих модификаций Вадим отказался. Он вытащил шипы из щек и тоннель из нижней губы. Парень вспоминает, что в его жизни были и совсем неудачные эксперименты с внешностью. Один из них закончился серьезной операцией в отделении челюстно-лицевой хирургии. Это случилось после того, как Черноморов ставил себе в лоб три титановых импланта, которые не прижились. Я делал данную модификацию у человека, который не имеет медицинского образования, себя распиарил. Только лишь его и судили. И были уже неоднократные передачи пострадавшие от него. Люди некоторые не ушли чуть ли не в мир иной. И титан с его слов неизвестно, был ли это титан или это была сталь. Это, во-первых, даже химэкспертизу не проводил трансформалов. Во-вторых, даже если титан, то все равно, когда титановую пластину в состоянии ставят пластический хирург, он знает, на какую глубину и как нужно устанавливать из-за шива. Один же человек распорол мне лоб, поставил как-то коряво на непонятную глубину. Где-то, может быть, слишком глубоко, где-то недостаточно. Сегодня Вадим предпочитает делать татуировки. Вместе с молодым человеком мы отправились в салон, где его мастер проведет уже 13-й сеанс по доработке рисунка на спине. Тяжело воспринимает повторные вот эти вот стрессы. Боди-модификации увлечены не только в России. Взгляните. Эрикс Прэк называет себя ящерицей. Его тело заполнено зелеными наколками, имитирующими чешую. Он был первым, кто рассек язык надвое, как у рептилии. Генри Дэймон из Венесуэлы потратил десятки тысяч долларов, чтобы стать похожим на своего любимого персонажа комиксов «Красного черепа». Для этого мужчина зататуировал глаза и лицо, отрезал себе нос и вставил под кожу лба рога. А человек-код Деннис Анвер постоянными преображениями довел себя до самоубийства. Врачи сказали, что в нем просто не смогли ужиться сразу две сущности. Мы понимаем, что и вода камень точит. Если ты постоянно находишься вокруг этой идеи, когда ты убеждаешь себя, что вот эта некая фантазийная вещь, мифическая вещь, она является реальной, то и происходит подмена реального мира. И данные люди не совсем адекватно начинают себя вести в повседневной жизни. То есть начинают там действительно на какие-то замечания рычать. А не из-за того, что он хочет показаться волком, а просто он действительно уже убедил себя, что он является волком. Эксперты уверены, мода на бодимодификацию и прогрессирующая терпимость ко всему новому – еще один этап подготовки человечества к миру, в котором оборотни будут жить рядом с людьми. Возможно, когда-то в древности мы уже делили с ними нашу планету. И археологические находки в Самарской области – прямое тому подтверждение. Сколько времени займет у специалистов изучение останков из таинственного поселения волкалаков – пока не ясно. Однако, когда исследования завершатся, можно будет точно ответить на вопрос – кто же такие оборотни – представители потерянной цивилизации или же просто персонажи из страшной сказки «На ночь»? Сегодня одной тайной стало меньше. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграм, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ.